Даже президент признал, нельзя было затягивать трудовой спор между нефтяниками и руководством Казмуна и Газа. Между тем, понять, что ситуация накаляется, можно было хотя бы по тому факту, что градус напряженности повысился не в одной точке, а по всей Мангостаусской области. Напомню, недовольных рабочих игнорировали и в Ерсай-Казпенконтракторы, и в Кражан-Басмана, и на других подразделениях. Орвануло все в Женаузене. Мои коллеги вспомнили, откуда и как появилась та самая искра. Трагедию в Женаузене можно было предотвратить еще 7 месяцев назад. Тогда, в мае, всплыл вопрос о разнице между начисляемой зарплатой и выдаваемой на руки. Женаузенцы задались вопросом, почему они получают в два раза меньше, чем следует по документам. 16 мая они написали заявление на имя Акима города и в прокуратуру. Спустя 10 дней, так и не дождавшись ответа, 4000 людей из предприятия Озен Мунайгас объявляют голодовку и занимают центральную площадь города. Прошлый раз по телевизору говорили, что мы ежемесячно получаем 192 тысячи тенге, плюс премиальный. Да не правда все это. Нет у нас таких зарплат. На простую арифметику полиция отреагировала по-своему. Пыталась разогнать рабочих. Некоторые из них пострадали. Оплачивать медпомощь страховая компания, до этого исправно получавшая взносы, отказывается. Детей, протестовавших нефтяников, снимают с автобуса, когда те на каникулах едут в летний лагерь. Напряжение растет вместе со столбиком термометра. А температура в иные дни здесь достигает 50 градусов. Ситуация напряженная, но давайте стараться сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. В эти же дни жанаузенцы начинают обвинять местную власть в равнодушии и коррумпированности. По их словам, жанаузен один из самых дорогих городов в регионе и основную часть дохода съедает оплата коммунальных услуг. «Загаженный поганый аул, облеванные подъезды. Это не город. Жить в нем не хочется. А деньги где? Деньги разворованы. И все это куда-то ушло и безвозвратно». Спустя несколько месяцев часть нефтяников вынуждена снова выйти на работу. Их семьям нужно выплачивать кредиты и готовить детей к школе. Но возвращаться многим, как выясняется, уже некуда. Под различными предлогами руководство компании увольняет всех, кто хоть как-то участвовал в акциях протеста. «В отделе кадров дали какой-то разъяснительный документ. Я, не разобравшись, в нем подписал. Оказалось, на увольнение. Я не хотел терять работу. У меня жена, трое детей. Мне их кормить надо. А меня, можно сказать, обманом почти заставили подписать». «Тяжелыми ударами для бастующих стали загадочные убийства. В августе при подозрительных обстоятельствах гибнет девушка по имени Жан Сауле, дочь председателя профсоюза бастующих нефтяников Кудаебергена Карабалаева. До этого на рабочем месте в компании Муна и Филдсервис забит до смерти активист Жексилы Ктурбаев. Полиция впоследствии заявит, что задержала виновных и к забастовке трагедии отношения не имеют. Но в объективности расследования рабочие сомневаются до сих пор. «Пусть земля моему сыну будет пухом. Я горжусь им, если честно. Он погиб за справедливость, борясь за свой коллектив». «Я уверен, что его убили из-за участия в забастовке. Несмотря на это, я сам все равно вернусь на площадь. Вот только подлечусь немного». «Запугивание, увольнение, отсутствие стабильного заработка, семейные неурядицы, информационная блокада, созданная официальными СМИ вокруг затянувшегося трудового конфликта. В таких условиях нефтяники обращаются к властям страны, просят создать примирительную комиссию. В ответ слышат лишь одно. Ваша забастовка незаконна, все условия оплаты закреплены в трудовом контракте, и он не нарушался». «Они получают зарплату до 450 тысяч тенге в зависимости от разряда. В нашем коллективном трудовом договоре поставлены все подписи по всем вопросам между работниками и руководством. Вы поймите, если поднимем зарплаты, тогда с другой стороны уменьшатся налоги». За день до трагедии, еще 15 декабря, нефтяники, по их словам, предупредили главу Жана Узеня Урака Сарбопеева, что опасаются возможных провокаций. Мол, вдруг кто-нибудь навредит праздничным юртам, а вину свалят на нефтяников. Эти опасения усилились после самих беспорядков. Ведь сейчас намного проще включить бастующих в список хулиганов и мародеров, чем ответить честно на один вопрос. Почему проблемы сотен людей игнорировались больше полугода? Замзагуля Драхманова, Ширния Шагатай, из Алматы, Казахстан.